Здарова! Ну что, показывай. Диффузоры. Вот они, диффузоры. Вот наш диффузорчик. Маркировка 1ВКТС 595. Сделано в России. Цельнометаллический корпус. Неразборный. Хотя вот эти вот, смотри, саморезы, наверное, выкручиваются. Все-таки доступ, получается, есть во внутреннюю часть. Сейчас попробуем посмотреть конструкцию диффузора изнутри. Мы заранее выкрутили 4 самореза. Вот здесь вот стояли. Раз, два, три, четыре. И верхняя крышка, она снимается. Внутри мы видим лист перфорации. Нужен для того, чтобы при подаче воздушного потока через это отверстие воздух разномерно распределялся по всей площади статической камеры и равномерно подавался, уже выходил вот из этих лепестков распределением воздуха. Сами лепестки выполнены из пластмассы. Значит, и направление их, оно выставляется. Если лепестки развернуть вот так вот по кругу, то воздушный поток будет распределяться веерным типом сверху вниз. Не вдоль потолка, а вертикально, при этом закручиваясь как бы. Ну, я показываю наверх, а на самом деле вот так вот вниз пойдет. Вставляется диффузор вот в такой картонной коробке, причем у нее есть специальная маркировка. Как ее можно ставить? То есть ставить можно только вот таким образом. Почему? Потому что, как я уже сказал, у диффузоров, у данных диффузоров, значит, пластиковые лепесточки. И если коробку перевернуть кверх ногами, лепестки очень легко могут сломаться. Поэтому очень важный момент при разгрузке-погрузке. Посмотрите, как должны стоять коробки. Тут получается не все так однозначно с хранением этих диффузоров. На коробках нарисовано стрелочки наверх, что строго вертикально. Но при открытии коробки мы обнаружили, что все диффузоры стоят на металлической части, которая подсоединяется к воздуховодам. А пластиковый, вернее, стоит наоборот на пластиковых вот этих лепестках, которые распределяют воздушный поток. Неважно, при каком положении диффузоров в коробке, если мы их складываем коробка на коробку, то давление на эти пластиковые лепестки все равно осуществляется. Надо будет уточнить у завода-производителя правильно хранение и транспортировка. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Пока-пока!